Праздник Успения Пресвятой Богородицы сугубо чтится во всех храмах и монастырях, связанных с именем Божьей Матери. Множество людей собираются на праздничные богослужения. Как встретили торжество в Сарове и Диевеево, расскажут наши коллеги. Успение Божьей Матери – особый по значению праздник для многих верующих. Он наполнен светлой грустью о почившей Богородице, но также несет чувство радости. Ведь после своей блаженной кончины Дева Мария была взята на небо, где стала заступницей рода человеческого. В Нижегородской епархии этот праздник особо отмечается в двух монастырях. В Саровской Свято-Успенской обители митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил праздничные службы, всеночное бдение и божественную литургию. Освящение восстановленного Успенского собора состоялось в прошлом году. Чин поновления храма совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. И вот с большим трепетом и духовной радостью мы совершаем сегодня с вами молитвы в этом благословенном храме. И он получил свою такую особую благодать, как будто не при нас он строил. Как будто он всегда такой стоял уже 300 лет. И мы видим в этом особое благоволение Божьим. Почитается праздник Успения и в Дивеевском Свято-Троицком монастыре, который называют четвертым уделом Богородицы. Здесь особо совершается чин погребения плащаницы Божьей Матери. С девяти утра сестры с помощниками сортируют растения, которые принесли паломники. Среди них простые, но яркие золотарник и бархатцы, благородные розы и ирисы и множество других цветов. В два часа дня трудники начинают украшать богородичную канавку. Сначала ее выстилают свежескошенной травой, а затем выкладывают из срезанных цветов узоры. Душа подскажет, как это все выложить красиво, я так думаю. Воздух, ощущения, настроение, душа ликует и поет. Вот он и рай. Украшение канавки – особенное событие для каждого паломника. Многие, случайно узнав о красивой традиции и поучаствовав в общем деле, возвращаются сюда снова и снова. Считается, что после праздника можно оставить себе цветочек или травинку на память. Но даже фотографии отсюда долго греют душу. Когда был из детей в том году на канавке украшали, они приехали, у них были такие впечатления, мне тоже захотелось. Когда я приезжаю сюда, мне же мама дает деньги, чтобы купить сувениры. И на этих сувенирах фото, как летом украшают канавку. Мне очень понравились фото эти, я хотела сама украсить эту канавку. В Дивеево я уже езжу на праздник четвертый раз, но посчастливилось мне ослашать канавку только в прошлом году. И после этого я поняла, что это будет у меня постоянно, я буду каждый год приезжать, потому что когда ты украшаешь канавку, ты насыщаешься духовной красотой, а ты очищаешься. У меня ребенок остался очень счастливый, ее невозможно было даже с этой канавки забрать. Она ходила и говорила, мама, посмотри, какая красота. Несмотря на то, что мы сделали с ней композицию только одного круга, у нее впечатление было море, и она целый год говорила, мама, когда мы поедем ее украшать. После вечернего богослужения под пение Тресвятого плащаницу, выставленную в центре Преображенского собора, поднимают священнослужители. Погребальное шествие выходит из храма и завершается на украшенной святой канавке. Цветочный ковер исчезает, напоминая паломникам о бренности всего земного. Но не умолкают молитвы, обращенные к Божьей Матери. Субтитры создавал DimaTorzok